Супруги Филимоновы предстали перед судом. Мужа с женой обвиняют в организации финансовой пирамиды. По версии следствия, они обманули несколько десятков человек. На сумму больше миллиона рублей. А потом якобы скрылись за границей, откуда их депортировали на родину. И вот теперь начали судить. Подробности у Оксаны Кравцовой. Для систематического хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств, при этом заявляя, что деятельность организации направлена на улучшение материального благосостояния его членов, обеспечит возможность получения через непродолжительный период времени высокого дохода. Обвинение в адрес супругов занимает на бумаге не одну сотню страниц. Но такой объем подсудимых, похоже, не напугал. Константин и Светлана находятся в зале суда, а не за решеткой. Ведь они под подпиской о невыезде. Мужчина тщательно изучает материалы прямо во время процесса, а его супруга внимательно слушает прокурора. И с обвинением семейная пара не соглашается. Нет, Ваша честь, свою позицию я выражу позднее. Вы с членами Игоря расстаетесь? Понятно. Вы перейдете на границу, призываете ли вы вину? Рассказывали о том, что организация занимается прибыльным бизнесом, вкладывает деньги в покупки земель, в том числе и в Черногории, в открытие ресторана, съемки фильмов. Но получается, что потерпевшие свои деньги и проценты не получили, обратились в правоохранительный орган за своей защитой. Напомним, мужа и жену задержали в 2010 году. По версии следствия, еще в 2005 они открыли инвестиционную компанию, находили клиентов и выманивали у них крупные суммы денег. Взамен обещали вернуть средства с большими процентами. Но в итоге все вкладчики остались у разбитого корыта. А Филимоновы покинули страну. Их объявили в международный розыск. Интерпол задержал их в Черногории. Супругов экстрадировали в Россию. Как выяснилось позднее, Филимоновы приобрели недвижимость и земельные участки на территории нескольких городов Черногории. И выехали туда на постоянное место жительства. На судебном заседании допросили свидетелей. Люди рассказали, что о финансовой организации узнали через знакомых. Значит, очень было хорошо все организовано. Значит, да, меня встретили, со мной поговорили. Потом, значит, там проходили занятия, где объясняли, значит, что если мы вкладываем деньги, то эти деньги используются для того, чтобы что-то приобретать. Вкладчики также посещали и специальные семинары. И, по словам людей, доверие компании постепенно росло. Постепенно вносились небольшие суммы. Ну, небольшие-то какие? Ну, там 100 тысяч, 400 тысяч, 500. И росла уверенность в дальнейшем процветании. Только не все желающие попали на первый процесс по делу супругов. Лилия Мысляева говорит, чтобы вложиться, даже продала квартиру. Сегодня хотела взглянуть в глаза руководителям финансовой организации. Но ее почему-то в списке потерпевших не оказалось. Неделю мы плакали, когда поняли, что мы потеряли эти деньги. А потом я собрала семейный совет, мы мобилизовались. И я сказала, у нас нет другого выхода, нам нужно сейчас заработать эти деньги. По некоторым данным пострадать могли несколько тысяч человек. Ведь вкладчиками были и жители Курганской, Тюменской и Оренбургской областей. Но по делу проходит только 45 потерпевших. А ущерб, по версии следствия, составляет чуть более миллиона рублей. Не исключено, процесс может затянуться. Но если Филимоновых признают виновными, им может грозить до пяти лет лишения свободы.